МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадио компании Гомель. У студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Ближе до меты на МНПЗ сроблены черговый крок до реализации самого масштабного проекта в истории предприемства. За новыми ведами и ураженнями у Беларусь японские вучни наведывают Гомельскую в область. Память безмежа у Гомеля проходит 7-й международный взлет ветеранов боевых деянею. Демонстрация аварийно-воротовальной техники, концерт и водная феерия. Завтра у Гомеля пройдут святочные мероприемства до 165-ти годзя пожарной службы. А зараз об этом и иншим больше подрабязна. В пятую частку сбожжевого Аклина убрали сельхазпродприемства Гомельской в области. Собрано больше 130 тысяч тонн сбожжа при средней ураджайности коля 21 центнера с гектара. Большую частку своих площадь убрали паудневые районы в области. Хойницкий и Брагинский. А так само господарки Речицкого района, где зараз и самая высокая ураджайность. Больше 30 центнеров с гектара. Про то, и как працуют на полях Гомельского района, расскажет моя коллега Ганна Корольчук. Некольки теплых дзен без опадков и экипажи працуют с ранницей до захода солнца. На полях Ксупурыцкая 12 комбайнов. Юрий Драгин и Иван Поливайко в минулом году отрымали новую технику. Там уселита уборка сбожжа и дзех учей. Признаются, что у своей працы бачут нечто большее, чем просто кирование машины. Боадых залежит доставка будущего хлеба. Рабочий день начинается у нас с 6 утра и пока стоит погода поздно. Ну, пока 500 тонн в общем и 300 тонн зерновых. В том году мы получили уже в конце уборочные комбайны 600 тонн в том году на новом комбайне намолотили. Юрий Драгин и Иван Поливайко працуют у тандема уже 9 годов. Остатние экипажи у господарцы так само складаются в опытные работники. Вядома, моцные дожжи у Липени поднесли аграриям шмат клопотов и поуплывали на термин уборочное. Неглядя на это, в поле зауседы находились дежурные экипажи, которые при сприяльных умовах отразу приступали до уборки. Сегодня в Гомельском районе во всю моц працуют 79 комбайнов. Мы ждем солнце, и помимо солнца, как профсоюзный лидер в Гомельском районе, мы, конечно, ждем по условиям соревнования первых тысячников. Поэтому ждем с дня на день. Скоро будут нас первые тысячники, мы их будем чествовать совместно с культурой, как всегда это делается. Ну и они всегда рады нас приветствовать своим трудом. Огульно-уборочная площадь Гомельского района складает больше за 18 тысяч гектар. Зараз убрана маль 24% площадь, при середней уроджайности 22 центнеры с гектара. Усяго по оперативных даденых мясцовые господарки намолотили больше як 9,5 тысяч тонн сбожжа, что складает около 7% от огульно-областного показчика. Канна Коральчук, Андрей Иванов, телерадио-компания Гомельс, Гомельска района. Уникальная операция по установке буйногабаритных обсталяваний пройшла на Мазирском НПЗ. Вакуумная колонна С-402 важная складающая комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков. Будовниство H-Oil, как еще называют комплекс, самый масштабный проект за всю историю развития завода. С подробностями Марина Джалая. На будовнейшей плясовце комплексу гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков начинается уникальная операция. Вакуумная колонна С-402 должна занять свое место на постаменте. 42,5 метра в высшую, около 9 метров в диаметре. Вага обстреливания 316 тонн. Буйногабаритный груз прибыл из Италии на специально побудованный причал. Зараз у стиснутых умовах будовнейшей плясовки начинается его монтаж. Работы по установке вырешили выконывать своими силами, без притягнения инших специализованных компаний. Три могутные краны, грузоподъемальность одного из яких 650 тонн, профессионализм будовников, дбайная подрихтовка и разлик. И вот уже колонна займает свое место на пьедестале. При монтаже участвовало три крана. Общий вес колонны с грузоподъемным механизмом составляет больше 320 тонн. Высота подъема колонны 42,5 метра на постамент высотой более 20 метров. Подготовка велась в течение двух дней. С самого утра с 6.00 не отчится подъем. Ну, все прошло достаточно гладко, как и планировалось. Установленная колонна призначена для разделения вакуумного газойлю на фракции, які идуть на дальнейшую перепрацовку и урештки. Гэта важная, складаючая комплексу гидрокрекингу, удавництво комплексу Эйдж-Ойл, было почата в 2014 году. Реализация проекта дозволить повеличить глубиню перепрацовки нафты с 75 до 90%. А так само нарастить объемы выпуску товарных дизельного палева и гидроочышального вакуумного газойлю. Узрасте отбор светлых нафтопродуктов вытворчасть мазуту. Утромане серого им поменьшится до 1%. Усё гэта у перспективе. Будовники и нафтоперепрацовщики стали на крок ближай до головной меты. Марина Джалая, телерадиокомпания «Гомель» припотримце телеканала «Мазир». Намесник старшині постоянной комісії по законодавстві Палаты представников национального сходу керавник Беларусского фонду «Миру» Максим Месько сёння наведав «Гомель». Визит на предприемство «Гомельбуд» материалы проходять у рамках работы Республіканской информационно-пропагандистской групы. Головная тема для размовы с коллективом – медицина и демографичная безпека. Обстановчих тенденциях свечить повышение народжальности и средней протяглости життя в Украине. Межтым и проблем уголенения мало. Самые распаусюдженные, об яких идёт гутарка, чергива установа хаховы здоровья и высокие цены на леки. Первое, макшима вырошить с допомогой увядения электронного записи пациентов, а другое у шляхом активного мониторинга ситуации на рынку медпрепаратов. Государство постоянно мониторит стоимость лекарств. И когда видят, что в соседних странах те же лекарства импортные, которые продаются у нас, дороже, чем в России, чем в других странах посадского пространства, то на это обращается внимание и проходят определенные разбирательства, почему лекарства для наших людей дороже. Представники мясовых уладов в субботу 28 липня снова готовы выслухать звороты грамадян. Завтра их будет принимать наместник старшины Гомельского Абл-Выконкама Андрей Васильевич Конюшка. Номер телефона 33 12 37. У Гомельским Гар-Выконкаме промует телефонную линию проведет первый наместник старшины Александр Иванович Сиваков. Звертаться треба по номеру 33 09 59. Прамы линии будут працевать с 9 до 12 1. Сегодня у Гомель прибылі навучэнцы з района у потерпелых одавары на атомной электростанции Фукусима 1. Гостей разместили у дитячым реабилітацій на здравленшем центры Пралеска у Жлобинским районе. Тут яны будуть отпочивать и проходить медицинское обследование. У программе визиту так само ознаймлення з умовами життя и социально-экономічного развиття тэриторий, якая 30 годов тому так само подверглася радиоцинному узденью. Подрабязнасті у наступным матеріалі. Сьогодній день распочався зустрічі у Гомельським облвыконками. Начальник управління жилево-коммунального сподарки і по проблемах ліквідація наступства катастрофы на Чорнобльській АЭС Дзімітре Рудковскі рассказав про стан і перспективы развиття потерпілых районів. Юные гості уважливо слухали і навод конспіктовали інформацію. Поспіхи нашого регіона у справі реабилітації тэриторий гэта надія на адраджені їх малой радіма у Японії. Самая основна проблема радиофобія. Т.е. боязнь находиться на загрязнённых територіях. Старшокласники перенимають опыт, як протекають жизнь, чим вони питаються, як живуть, чим занимаються. Ну, як обычні діти, в принципі. Только с преломлением на ту біду, каторе случилось і у нас в Республіці Беларусь в Гомельській області. І, конечно ж, в 11-м году после катастрофы Камацу Кокі у першыню завітаў Беларусь, каже Галлоуне, што яго уразіла «зялёные гарады». День працягнула сустрэча з навукувцамі ГДУ ім'я Франциска Скарына. Тут молоді людзі, які ўся біна радіми отрымлюваць аграрнаі спеціяльністі, презентавалі своі проєкты і отрымалі каштовні апарады от беларускіх вучоных. Тема, які цікавіць японську молодь в розчуванні рису і розвіцю туризму на потерпіліх територіях. Это не просто, що добіться получення продукта з меншим содержанням загрязнення рідонуклидів. Це не самое главное. Дальше, а як реалізувати эту продукцію, щоб она була востребована на ринке внешнім і внутреннім. То есть, ми должны сейчас, когда будем обсуждать эти проекты, комплексно смотреть. Психологічна готовність, радіокологічна безпасність, уміння получати продукції і можливості економіки і ринка, щоб производити краще, щоб буде вигодні производити на цих територіях. У нас є проблеми з іспорченній репутацією продуктів питання в Фокусімі, і ми хочемо научитися тому, як це можна ісправити. У вас є накопленний опит, який ми хочемо изучати. Я думаю, що знання, які я получу в Гомельській області, не обязательно пригодяться. Я хочу показати людям, які живуть в пострадавшому районі в Японії, що у нас можна також спокійно жить і работать. Йогиня Савіна, Ігор Марышченко, телерадою компанія «Гомель». У ліпені у Гомельській області однішніх причин загинули три неповнолетні. На початку тидня гэта сумна статистика могла поповніться. Напомнім, у авторок 4-х годовая дзявчинка, яка і одна знаходзілася дома, ледь не выпала з окна. Пазбігнуць махчымай трагедий допомаглі необиякаваць гомельчан і оперативнаць і професіоналізм выратавальнікаў. Гэта випадок трапіў подпільну увагу усіх адказных служб. Звычайна, у небезпечнае сітуаціі трапляюць неповнолетнія, які засталіся без нагляду дорослых. Гомельська обласная комісія па справах неповнолетніх заклікае батькоў быць більш уважливымі до сваіх дзятей і не грэбуваць їх безпекай. Распрацаваны спеціальныя памяткі для дорослых па профілактице дзятячага травматизму і гібілі. Распавсюджуваюць іх на прадприємствах і ў місцах масавага адпачынку. Большинство сабоў это халатнасть взрослых, каторые находіліся рядом или могли бы находіцца рядом і притупредіць ту і нинуі смірці. Память безмежаў, сім і міжнародний зліт ветеранов баевых дзенів, миротворчых апірацій і воєнная служба распачаўся сіні у Гомелі. Аднапалчані саслуживця і просто сябрыць. Беларусь, Україна, Расі, Молдовы, Эстонія, Литвы і інших країн традиційно збираюцца у Гомелі. Кожны год колькостю дзельнікаў пошыраецца. Яны не толькі вспоминаюць обходах суміснаі службы, але обмерковуюць сучаснаць. Дзеліцца в опытам работы своїх ветеранскіх організацій. Аздзіць, саме інтересне, я встречаюсь с темі, з кем отдельний батальйон охраны, аеродрома Шиндант, от солдата до комбата мы здесь собираемся. Проїжджають ребята мы з України, з России, з Беларусь, зо всіх конців з'їжджаємся, здець встречається. Одна із таких задач, наверное, і встреча, конечно же, ну і, конечно же, сотрудність. Я вам скажу, що в рамках нашого сліта мы заключили договора с теми, хто к нам приїжджає, Литва, Латвія, Эстонія, організація, каторія к нам приїжджає із Харкова, організація із Брянська, того же. І, конечно же, ми к ним теж саме приїжджаєм. Открылся зліт пам'ять без межу з ускладання квета кі мітінг аля помніка воїнам-інтернаціоналістам. Далі у дзельніка чекаюць насыщене два дні на базі відпочинку под Гомілем. У програмі спортивне споборніство і выступлінні клубов гістаричній реконструкції, концерты, шматлікі екскурсії і нові сустрічі. Святочне мероприємство «Гонор-165-годзі» пожарні служби пройдуть заутро у Гомілемі. Яны разгорнуться на площі Мялєніна і у Центральнім парку. Тут будуть працювать розні тематичні пляцовкі і виставы. Для дяті і батьків організуюць гульній конкурсі. Глядачо чекаюць демонстрація аварійно-воротовальній техніки, показальніе выступлінні воротовальніка у пожарних і святочний концерт на відкритій сцені. На набережній Ракісож адбудзіця водная фієрія. Пачатак святочних мероприємства у 11 гадзін. Гэты, а так сама іншія новіны ви можеці знаєсті на нашім сайті у інтернеті па адрасі www.tvrgomil.bivay На гэтым випуск завершений. Дякую за увагу і до нових сустріч у ефірі. В ефірі де-факта в студії Алексій Німківіч. Здравствуйте. Со своїми бувшими лучше не пить. Це підтверджується історія бувістів в Будокішлівському районі, де після ссори муж і жена, стоящі в розводі, з новими чувствами, стали виясняти старе відношення. Все закончилось необіяснимо яростью, яка захватила мужчину, распивавшого алкоголь в компанії своей бувшої, її супруга і общего знакомого. Мужчина схватився за кухонний нож і одним ударом отнял у своїй бувшої супруги «Жизнь». Через некоторое время информация об обнаружении трупа поступила в милицию. 48-летний подозреваемый бывший супруг погибшей ранее привлекался в уголовной ответственности. В день совершения преступления он как раз освободился из-за места отбывания наказания. В настоящее время к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. С его участием проводится следственное действие. Следователи продолжают работу по сбору доказательств. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинских і тросологічних. Неосторожное обращение с огнем может больно ударить по карману. Ущерб, который причиняет пожары, обычно исчисляется тысячами долларов. По данным за последние сутки убытки подсчитывают владельцы дома номер 4 6-го переулка Ильича в Гомеле. Огнем повреждена крыша строения, потолочное перекрытие и некоторое имущество. Причина пожара выясняется. Спасатели еще раз напоминают, что к пожарной безопасности не стоит относиться беспечно. Операция МАК не сбавляет обороты. В Гомельском районе правоохранители уничтожили около полутонны дикорастущей конопли. Ее сначала скосили, а потом сожгли. Небольшая плантация растения в треть гектара была обнаружена в поселке Цагельне, недалеко от комплекса агрокомбината Южный. А в агрогородке-огороднике Калинковичского района оперативников и вовсе, можно сказать, ожидал джекпот. Там была обнаружена площадка в полтора гектара, на которой колосилась конопля высотой в два метра. Плантация размещалась на поле, которое принадлежит торфабрикетному заводу, но по внешним признакам никем не обрабатывается. Урожай свежей марихуаны составил две тонны. Напомним, незаконное выращивание наркотических растений карается штрафом, а если это делается с целью сбыта, то уголовным преследованием. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь 4. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. В Гомеле завершился международный турнир по хоккею памяти Алексея Костюченко. Судьба трофея решалась в игре между московским Спартаком и минским юниором. До этого матча обе дружины имели в своем активе по две победы. Спортивная удача и мастерство были на стороне Спартака. Москвичи уверенно переиграли минчан и в третий раз подняли над головой кубок турнира памяти Алексея Костюченко. Бронзу оспаривали вторые команды Гомеля и Жлобинского металлурга. Победителями областного дерби стали Рыси. В ближайший уикенд состоятся матчи 1-16 финала розыгрыша Кубка Беларуси по футболу. Пройти в следующий раунд турнира попытаются четыре команды из нашего региона. Легче всего на первый взгляд будет сделать это футбольному клубу Гомель. В поединке против команды СМИ Автотранс из Смолевического района из второй лиги зелено-белые явные фавориты. А вот представителям первой лиги Гомельскому локомотиву Житковичскому ЮАСу и Мозырьской славе достались в соперники сплошь команды из элитного дивизиона национального чемпионата. Из плюсов матчи наши дружины проведут дома. Завтра локомотив на одноименном стадионе в Гомеле будет принимать не блещущий пока высшей лиги Могилевский Днепр. Игра начнется в 15-30. У лидера первой лиги Мозырьской славе в соперниках еще один обитатель подвала элитного дивизиона «Столичный луч». Поединок в Мозыре состоится 29 июля. Параллельно в Житковичах ЮАС будет играть с Сыслачьем. Минифутбольная команда ВРЗ усилилась двумя игроками. Компанию Юрия Дегтяренко на последнем рубеже составит Вадим Олешкевич. В минувшем сезоне голкипер выступал за Оршанский Витен. На его счету 23 матча и один забитый гол. Атаку вагоностроителей усилит украинец Валерий Грицовец. В минувшем сезоне он защищал цвета команды «Титан» из Покровского. Стал бронзовым призером украинской экстралигии и занял вторую строку в списке лучших бомбардиров чемпионата. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.